Всем привет! Меня зовут Кристина и добро пожаловать на мой канал! В этом видео у меня коррекция от другого мастера, будем делать очень интересный модный весенний дизайн. Эта клиентка уже была у меня на канале, поэтому ручки вам эти знакомы, они немного трамплинят, но клиентка это не исправляет. Обсуждать работу другого мастера я не буду, поэтому сразу приступаю к снятию старого покрытия, перед этим я обязательно просматриваю хорошо ручки, чтобы понять количество материала, которое у нас есть, далее обговорить с клиенткой форму и длину. Так как ногти у нас немного трамплины, то снять материал с кончика нужно максимально, поэтому я оставляю немного материала в центре ногтя для того, чтобы дальнейшее выравнивание мне было сделать попроще. выполняю я снятие керамической фрезой кукурузы с синей насечкой, работаю примерно на 25-30 тысячах оборотов. Кстати, это свои натуральные ногти, они очень плотные, очень твердые, мне кажется, я бы очень сильно хотела себе именно такие ногти для того, чтобы они у меня никак не ломались, от них ничего не отслаивалось. Покрытие здесь носится очень хорошо, клиентка может спокойно проходить без отслоек 2 месяца. Как вы заметили, длину фрезой я не убирала, а все потому, что моя клиентка захотела оставить длину. Немного я буду уравнять нашу форму, делаю зауженный миндаль, она хочет, чтобы ее кончик был примерно как стилет, поэтому я выполняю сейчас, что хочет моя клиентка. Также я опиливаю ногтевую пластину сверху для того, чтобы убрать какие-то неровности после снятия фрезы, ну а также зашлифовать натуральный ноготь. Будьте внимательны при опиле данной формы, потому что можно еще больше задрать нижние параллели, и для того, чтобы этого не сделать, обязательно смотрите как бы в профиль своего ногтя. Таким образом вы увидите, можно ли вам еще заузить ноготок. Но я не могу сказать, что форма на этих ногтях далась не очень просто, потому что, во-первых, ногти растут вверх, их не очень комфортно опиливать. Далее вот этот средний ноготок растет у нас немного в сторону, но в данной коррекции клиентка не захотела также это исправлять, поэтому работаю я с тем, что есть. Также все-таки для таких длинных ногтей советую вам брать пилочку немного погрубее. У меня здесь пилочка на 240 грит, и она оказалась для меня очень мягкой для этих ногтей. Не очень комфортно мне было работать, но другую пилочку я в данном случае использовать не могла. Приподнимаю кутикулу с помощью апельсиновой палочки, и далее фрезой пламя с Алиэкспресс буду вытечать птеригий. Птеригий здесь немного, да и кутикулы в принципе не очень, поэтому я выбрала фрезу пламя с красной насечкой и поставила пониженные обороты. Работаю я здесь где-то на 10-12 тысячах. Также этой же фрезой я могу убрать кое-где остатки старого покрытия, особенно в точках фроста, это очень удобно сделать именно этой алмазной фрезой. Обязательно выворачиваю кутикулу, так мне будет проще ее срезать с помощью кусачек. Ну и пока я выполняю маникюр, открою вам небольшую тайну, я заказывала фрезы из магазина Crystal, в своем инстаграме я уже их показывала. Скоро выйдет распаковка данных фрез на моем канале, но и также каждую фрезу из моего заказа мы будем тестировать на клиентах, так что обязательно подписывайтесь для того, чтобы не пропустить. Выполняю срез с помощью кусачек, они у меня от Silver Star с рабочей поверхностью в 4 миллиметра, люблю эти кусачки, всегда об этом говорю, но постоянно спрашиваете какие у меня кусачки. Ссылочку на них я как всегда оставляю в описании под видео. Советую вам даже при срезе кутикулы использовать щеточку для смахивания пыли, таким образом вы уберете все махрушки, которые у вас остаются, возможно уже это птерейки, возможно это в принципе уже сама кутикула, поэтому всегда пользуйтесь щеточкой, так будет гораздо быстрее и удобнее работать. Шлифовку я выполняю зеленым шлифовщиком на пониженных оборотах. Рассмотрим материалы, которыми я сегодня буду работать. Это обезжириватель от Artex, далее мне понадобится rubber-база от Tenail и также у меня финиш для гирлака от Vogue без липкого слоя. Гирлак от Vogue красный Tango, для меня это тот классический красный, который, мне кажется, спасает в любой ситуации, если ваши клиенты не знают какой цвет они хотят. Часто у меня выбирают именно этот красный оттенок. Далее мне понадобится камуфляж от Tenail номер 14, это тоже очень популярный цвет у моих клиентов, первый флакончик уже закончился и я заказала себе повторно. Также мне понадобится белый гирлак от Million Nail, альпийский снег, он у меня скоро тоже закончится, так что нужно брать новый. Будем выполнять стемпинг, поэтому мне понадобится штамп от Born Pretty, вот такая очень красивая весенняя пластина от PQJ008, черный лак для стемпинга от Born Pretty, тонкая кисть, скраппер для того, чтобы убирать излишки лака и вот такой силиконовый коврик, который я покупала в Fixed Price. Для начала подготавливаю ногти к покрытию, наношу обезжириватель и далее тонким слоем буду наносить базу. На ногтях, где у меня будет камуфляж, я не делаю полного выравнивания, стараюсь сделать его минимальным для того, чтобы у меня просто был каркас из базы, как бы подложка, а уже конкретное выравнивание я буду выполнять с помощью камуфлирующего гирлака, потому что сделать, если полное выравнивание базы, то ногти могут получиться немного пирожками, так как камуфлирующий гирлак тонко наносить я не планирую. Ну а вот на тех ногтях, где у меня будет красный красивый гирлак, я делаю полное выравнивание, стараюсь сразу сделать его качественно для того, чтобы в дальнейшем у меня не было проблем с покрытием. Указательный ноготок у нас будет однотонным красным цветом, как-то этот гирлак я использовала на коротких ногтях и нанесла его в один слой, также люблю использовать его в педикюре, эти видео также есть на моем канале, можете посмотреть, провести педикюр на клиенте, там я данный гирлак наносила всего лишь в один слой, но так как здесь ногти очень длинные, то одного слоя мне оказалось мало, поэтому после просушки я наношу второй слой цветного покрытия и помогаю себе тонкой кисточкой подровнять материал поближе к кутикуле и к боковым валикам, так цвет смотрится гораздо насыщеннее. Переходим к ногтям, где у меня будет выполнен дизайн, кстати дизайн принесла мне клиентка, поэтому я выполняю дизайн по картинке. Для начала наношу камуфлирующий гирлак, как я вам уже говорила, наношу я его с уравниванием, таким образом у меня получается хороший фон под дизайн, ну и в целом ровный ноготок. Перед выполнением дизайна обязательно снимаю липкий слой, ну и теперь покажу какой мы будем выполнять дизайн. Для начала белым гирлаком я заполняю некоторую часть на нашем ноготочке, использую сначала кисть из флакона, далее помогаю себе тонкой кисточкой, вывожу линии, здесь у меня кантик не должен быть очень ровный, делаю дизайн как бы дрожащей рукой. Такие хаотичные мазки очень модны в этом сезоне, поэтому наш маникюр я с легкостью могу назвать стильным, потому что здесь еще будет добавление красного и черный стемпинг. Если вы уже выполняли такой дизайн, то обязательно поставьте плюсик в комментариях, ну и также если есть какие-то еще идеи модных интересных дизайнов, кидайте мне их в директ, ссылочку на свой инстаграм оставлю в описании под видео. После полной просушки белого гирлака, его я кстати наносила в один слой, я делаю теперь красные пятнышки на наших ногтях. Красный гирлак я здесь нанесла в один слой, этого вполне достаточно, когда у меня есть уже хорошая камуфлирующая подложка, ну и в целом здесь у меня покрытие не на весь ноготь, поэтому данные гирлаки совершенно не утолщают мой ноготок. На этой ручке мы решили выполнить дизайн на безымянном и среднем пальчики, но в конце видео я вам покажу, что на другой руке мы выполнили асимметричный дизайн. Клиентка очень долго сомневалась, хочет ли она дизайн на разных пальчиках, но все-таки мы решились на это. Наш дизайн мы решили дополнить стемпингом, на некоторых пальчиках у нас будет вот такое лицо девушки с цветком, я вам решила показать, как я целюсь своим штампом, очень хорошо здесь это видно, советую вам покупать штампы именно с открытой площадкой, для того чтобы вам было видно, какой рисунок и куда вы отпечатываете, это гораздо удобнее и ускоряет вашу работу. Также у меня будет еще вот такая красивая роза, смотрится уже шикарно, даже без перекрытия топом. Когда я сделала весь стемпинг, я подождала 5 минут и только после этого начинаю перекрывать топом, таким образом у меня стемпинг не будет никуда скатываться, не будет полосить черным цветом, стемпинг хорошо высох, советую вам всегда так выполнять этот вид дизайна, многие мне писали, что стемпинг смазывается, если его хорошо просушить, а кстати это у меня обычный лак для стемпинга и сохнет он на воздухе, то никаких проблем с этим дизайном у вас никогда не будет. Когда топ у меня хорошо просох, я решила обезжирить наши ноготочки и немного подпилить форму. Ну и вот такой очень красивый результат у нас получился, если вам было полезно и интересно это видео, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что вы думаете о данном виде дизайна, ну а также подписывайтесь на мой инстаграм и на мой вкусный тикток, в котором я готовлю самые простые блюда из самых простых продуктов. До новых видео, пока-пока!